Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я делал скринкаст о Google Classroom, ссылка в описании. Пора сделать продолжение, все-таки наступил новый учебный год. Итак, у нас есть курс, в котором есть ученики. О том, что это и как это смотрите мое первое видео, ссылка в описании. Откуда, кстати, взялось столько учеников, я не понимаю. Думаю, что это зрители канала, которые ожидали, что тут будет реальный курс. Нет, это тестовый аккаунт. Учеников, кстати, можно игнорировать, то есть они не смогут нигде ничего писать, но отвечать на вопросы смогут. Или вовсе удалить. Они, правда, потом опять могут вернуться – это один из недостатков Google Classroom. Тут нельзя создавать закрытые курсы, но если ученику не давать доступ к материалам и заданиям, то это равнозначно тому, что мы создадим закрытый курс. То есть он просто ничего не будет видеть. Сейчас покажу, как это делается. Собственно, что такое образовательный процесс? Это набор материалов. Уроков, после которых следуют проверочные задания. Онлайн-курсы – это тоже самое. Считается, что Google Classroom – примитивная платформа, которая мало подходит для создания онлайн-курсов. Но в принципе тут есть все, что, скажем, на степике. Просто не так красиво оформлено. Вот у нас тематические блоки, в которых есть материалы для изучения и какие-то тесты, проверочные работы. Более того, тут есть, например, видео. А современные онлайн-курсы – это зачастую и есть набор видеороликов и тестов. А значит, в Google Classroom есть все для создания онлайн-курсов. Ну и для школьной работы он также подходит. Итак, разберемся со структурой. У нас есть курсы, если применительно к школе – это предмет. У одного преподавателя их может быть несколько. И также у одного преподавателя может быть несколько классов, изучающих один предмет. Тут нет разбиения по группам учеников, но можно создать копию курса. И в таком случае все материалы курса продублируются. У вас будет новый курс, новая ссылка и сюда можно приглашать учеников из другого класса. Мне кажется, у меня был такой вопрос в комментариях – как разбивать аудиторию по классам. Единственное, к сожалению, вам придется заново проходить по всем заданиям и материалам и назначать тут учащихся, которым вы даете доступ. Но смысл такой – вы один раз создаете курс и потом просто дублируете его для новых абитуриентов. Как создавать курс? Выстраивать структуру? Весьма просто. Любой курс – это несколько тематических блоков. Здесь эти блоки разбиваются по темам. Две темы у меня уже есть. Добавим еще одну. Например, обобщение. Вообще интересно наблюдать за тем, что приходит в голову. При чем здесь озеленение? Итак, пока тема пуста, ее никто не видит. Добавим сюда материал. Это, собственно, урок. У него есть название, описание не обязательно и есть возможность прикрепить какой-то материал. Например, с Google диска. Заходите на Google диск и выбираете материал, добавленный вами заранее. Это, на мой взгляд, самый правильный способ организации работы. После регистрации в системе у вас автоматически появляется папка Classroom. После заведения курсов появляются под папки курсов и в них вы раскладываете учебные материалы, которые никогда уже не потеряются и не перепутаются, как школьное сочинение в фильме «Весна на Заречной улице». Романтический, кстати, момент. Но, кроме того, можно вставить ссылку на какой-то внешний источник, где присутствует разбор темы. Например, вот так. И переходим к минимальным, но важным настройкам. Самое главное здесь — для кого. Я говорил, что таким образом вы формируете аудиторию и отсекаете лишних людей, если они есть. Фактически вы можете делать таким образом платный курс. И все, кто не включен в аудиторию курса, материалов не увидят. Далее тема. К какому блоку относится материал. И все. Опубликовать. Вот у нас появился первый материал. После него логично добавить какое-нибудь задание. Например, вопрос. Это уже проверочная работа, по нему настроек уже больше. Вы также выбираете учащихся, но кроме того выставляете максимальное количество баллов. В случае теста это точное понятие, сколько правильных ответов, столько и баллов. В данном случае оценка будет субъективная, но ученик получит не больше, скажем, 20 баллов. Далее вы выставляете срок сдачи. И также выбираете тему. Вот у нас появился вопрос. Надо его передвинуть. Он идет после материала. Ну и в целом таким же образом составляются все тематические блоки курса. Там есть ряд особенностей, например, с составлением тестов. Поэтому, я думаю, надо будет сделать еще один скринкаст. Но этого уже точно будет достаточно, чтобы описать все принципы работы этой платформы. На мой субъективный взгляд, Google Classroom – идеальное приложение для школ. Потому что предельно простое, как, впрочем, и все сервисы Google. За что я их и люблю. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если считаете, что нужно, продолжение пишите в комментариях. Ну и любите друг друга.